вот тут мне алиска помогает сидит моральная поддержка я возьму что ей что перепадет он там голая пустая низко сидит ждет но сейчас еще рановато она так что победала и как бы снова снова жрать это вредных токов так вот так вот так да куда то башкой вертик подыхает давай алиска для камеры принесла вот ее помоги вот ее помоги и он говорил что вот эти две цивилизации наше человеческое действительно они просто живут все языки важно с каждой я знаю я знаю да ну 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 ...неразрешим его загаску. ...неразрешим, они могут сделать акустические розы. Вот когда они видят какой-то предмет, они как бы его своими вот этими чертсками, ультразвуковыми, так, с методом сканирования, они, в общем-то, его обрабатывают быстро очень, запоминают вот эту вот фотографию акустическую и передают ее, ну, как бы своим сторонникам. ...неразрешим, что находятся в крутых льбах гельфина, акустические облики могут передаваться за сотни даже тысячи километров. ...известно, что они здесь свои имена у каждого, а они, значит, на эти имена стрекаются. Но их не можно понять, у них нет столов с туристовизации, второй среды, которые, собственно, мы создаем вокруг себя, жилищи там и так далее, но у них все то есть, как-то с мухами и так далее. ...и мои мои мои! ...потяк, что он еле пытался научиться дельфинам языку, военным из США и СССР было достаточно, что жители Моя понимают короткие, но четкие приказы. Дельфинов обучали следить за вражескими актуристами и даже взрывать корабли и подводные лодки. И в США, и в СССР работа по превращению дельфинов в подводных пальцов увенчалась успехом. Однако в середине 80-х годов прошлого века подобные эксперименты были повсеместно свернуты. С чем это связано? Одно из версий произошедшего может просто шокировать. Представьте, что будет, если разумные жители моря обладеют оружием, которое создала человеческая цивилизация. Ответ на этот вопрос попытался найти известный чешский журналист и писатель Карл Чапа. В 1936 году он выставил книгу, в которой описывает, как книги капитан Банцов находят на уединенном атоме время доисторических... ...потерялось. ...своими командой хлопцов-женчуга с места доятов, студентов. И Соломандов посмотрели за тем, что эти доятки, когда на них нападают акулы, такими-то блестящими предметами, а акулы успешно обвиваются. И они собрали и стали капитану Ванцову предлагать обменяться. Показывали, вылезали из воды, показывали раковину женщину и на нож показывали. Да он собрали, что дорогой женщин из тех местах, так сказать, лапкой ее чуток, типа, лежит тут. Можно за достаточно дешевое орудие за ножицы, очень ножицы. А вот это надо делать. Релизовые паламандры демонстрируют обновительные способности к обучению. Они быстро освоили человеческий язык, а люди стали использовать паламандр в собственных целях, так же, как дельфина, превращаясь в подводных бойцов. Однако, в истории саламандры сами объявили войну человечеству. Кончилось с тем, что они, какого же пусть они потопнили всех плотных, всех государств, которые пытались с ним бороться, при том, что другие государства продолжали им поставлять рычатку, оружие и прочее, радуясь от проблеме своих погибших. Печерняя история человечества описана в том, что поколенцы руками не очень-то поверили в эту угрозу. Ну, понятно, мы тоже жители 21-го века не можем поверить, что вот может быть убийца, может убийца. Охотники проволгали в отношении этого кубинства. Их не остановило даже то, что на таких называемых чарных лестящих, это было особо неудачно, что-то они действительно заметили моржа с тремя дверьми. Все изменилось из-за того, что они все не знают, что они не знают. Мы же на полный сейс их борщу перевернули и, в общем-то, считается, что это вот этот борщ-убийца. Что? Потеряла бдительность. Отрез бедный борщ-убийца он доставлен на век. Все, что у нас веков. Все, что у нас веков. Арица, в общем-то, в течение года веков. 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 Поняла? Веков. 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 Официальный документ о мужестве этих двух парков, которые он подключал лицом, что если бы руководство их компании не поверили, кто бы взял, может, следует сразу на работу, моряков, который на просторах океана лечит чудовищ. Ноги подвернулись. И английского корабля, подвольная лодка его из подвольного положения торпедировала, потом спнула, а корабль стал бороться в лодку. И когда он ушел хорошо на грудь, взорвался, паровой котел, и на глубине корабль становится просто разметать. И вот когда поднялся вот этот пужинь, на вершине этого подвеса, в вагоне у него было животное, где-то стоят в двух килограммах, и секунд, даже пена, кровь и тому подобное. Согласно описаниям, подвозный монстр был длиной более двух сантиметров. Если бы на месте военных моряков были палеонтологи, они бы определили животное подскопаемого пчелозапара. Эти грязанские водоплавающие вечеры вымерли миллионы лет назад. Однако современная наука уже знает немало примеров, когда... Привет, народ! Хотела с вами поделиться. Здесь я такая невыспавшаяся, с мешками под глазами. Вчера Алиска отправилась в гости к своему жениху. Он к нам приходил на дачу летом свататься. Сидел возле нашего дома, прям не отходил, потому что Алиска внутри, и он, наверное, чувствовал это. Вот, и буквально вчера, да, по-моему, или подвчера у нее начались эти кошачьи дни, и мы позвонили владельцу этого кота, и, в общем, вчера вечером Алиска отправилась к нему на свидание. Вот, оставили ее там на сутки, я первый раз с ней так расстаюсь, но, то есть, бывало там, что я куда-то уходила, ну, с ночевкой, и Алиска одна дома была, но она была у себя дома. А тут она, как бы, в чужом доме, и так, чтобы я ее там бросила одну, у меня такое в первый раз, и я надеюсь, что она на меня планить будет держать. Не знаю, для меня это тоже что-то такое новенькое, и плюс я очень из нее, как бы, ну, переживаю, что ли, то есть я вот вчера очень плохо засыпала, утром надо было вставать и ехать по городу, там, и в суд заехать, и к адвокату, и вообще-то хрена, дело было. Сейчас вот только вернулась, вот, в общем, и вот я переживаю, как бы, никогда ее так не бросала в чужом месте, прям, очень тоскую по ней, вот, плохо спала из-за этого. Ну, и, в общем, если там все у них срастет, там, в смысле, все сложится, то она сегодня вернется домой, а если ничего еще не получится, то она останется еще на один или два дня. Вот, так что, если ничего не получится, то, скорее всего, она домой вернется только в понедельник. Это, я еще больше буду переживать, потому что так долго я с ней никогда не расставалась, это же прям моя, ну, как мой ребеночек маленький, я же не могу ее так бросить, я из-за этого так переживаю. Вот, в общем, переживаю, сегодня мама должна позвонить им и узнать, срослось или не срослось. Вот, и уже будет видно, как вернется она сегодня домой или еще там останется. Вот, в общем, переживаю. Напишите мне в комментариях, если у вас кошка или просто усталкивались с таким, ну, как это вот отдавать кошку в чужой дом, где, собственно, живет кот, который должен ее потыркать, ну, как вы это переживали, потому что я, не знаю, я безумно переживаю и очень скучаю по ней, как будто, не знаю, как будто она переехала в другую квартиру. В общем, напишите мне, как вы справлялись с таким, если у вас такое было и... Не знаю, что еще. Кошка... Она у меня первый раз, ну, первый раз должна родить, так что потом, я думаю, мы будем ее стерилизовать, потому что я больше котят не хочу. И я просто читала, и тоже мне кто-то говорил, что после стерилизации у кошки меняется характер. Вот, и я надеюсь, что Алиска станет более покладистая и доброжелательная, нежели такая прямо... Когтями вот тебя всякий раз уплывает. Вот, и надеюсь, что она будет более домашняя такая. вот в общем такие мои мысли надеюсь что у меня там все срастется потому что на котят уже выстроилась очередь на рыженьких и всем кстати про котят тоже интересно вот когда собственно козяты родятся и мне так как действовать что я должна делать или мне их вообще трогать нельзя напишите мне в комментариях у кого были котята как нужно провести вообще в такой ситуации завалили вы кошку на лучку или как это называется вот и вообще вот эта ситуация я из-за этого тоже переживаю потому что мне тоже надо как-то в этом всем участвовать я не знаю что надо сделать в общем вот так стараюсь если алиса не вернется стараюсь нормально поспать потому что меня прям глаза вообще как будто я китаец какой-то вот вот один вот так все не хожу то что глаза слепают мешки мешают под глазами и вообще ощущение такое что у меня полные глаза песка и он весь царапает мне в общем как неприятное ощущение не знаю от чего это вообще в принципе то что не выспалась или чего-то еще вот и в общем а если вернется то будем смотреть они этим присматриваться ну приглядываться как она изменилось ли что-то или нет будет она мамой кошкой или нет вот в общем наверное завтра снимаю если получится если не получится не будут снимать как вернется алиска в дом или нет получится у них там или нет все расскажу потом пока пока до связи кто ест приятного аппетита приятного аппетита и приятных снов и главное чтобы выспаться в общем до связи пока пока обязательно скажу как солистка все получится или нет привет народ сегодня целый день ждала когда придет чертов курьер который вообще походу ко мне не собирался ехать сегодня но наконец-то вот буквально полчаса назад он таки явился опоздав на три с половиной часа и принес мне огромную посылочку я вам ее сейчас покажу и обзор на нее буду делать наверное в ближайшее время может быть завтра послезавтра и думаю он появится на следующей неделе только потому что совершенно загружена я ее сейчас появились непредвиденные обстоятельства которые требуют на себя внимания и снимать пока некогда вот сейчас покажу посылочку что пришло вот такая большая посылка тут я даже побоюсь сказать сколько позиций ну наверное не знаю 12 точно и здесь есть и блокноты для рисования и эластики и клячка и книги и художественная литература и по моему даже несколько раскрасок ну это я буду уже тоже более подробно все разверну посмотрю и уже буду обзор делать в ближайшее время каждую книжечку покажу вот скажу что пришло вот но пока просто посмотрю сама и ознакомлюсь так что до новых видео ждите обзорчик думаю будет интересно